Как она открывается? Ягыс! Ягыс, мы здесь заперты! Ради блага всех нас. Ягыс, ты нас слышишь? Ягыс, мы здесь заперты! Ягыс, не уходи! Ягыс! Ягыс! Брат! Ягыс, куда ты? Ягыс? Он что, не слышит? Ягыс! С ума сойти! На окнах нет ручек. Мы... Мы здесь застряли? Что это значит? Почему он уехал, оставив нас здесь? Субтитры создавал DimaTorzok Твой телефон упал в воду, а мой телефон отобрали. На окнах противоударные стекла, двери заперты. На окнах нет ручек. Что за дела? Зачем он нас запер? Он с ума сошел? Это что, розыгрыш с камерой? Мы не смотрели вместе фильмы? Я не понимаю! Не танцевали. Даже не сходили поужинать. Где здесь камеры? Нереализованного нами больше, чем то, что мы успели реализовать. Как будто перед нами закрыли нерушимую дверь, которую не сломать. Чтобы нам некуда было бежать друг от друга. Синан! Мы с Хазан не смогли поговорить. Синан, ты ничего не скажешь? Как мы выберемся отсюда? Из-за меня. Я жаловался брату на то, что мы не успели вместе сделать. На то, что не смогли прожить. Он просто запер нас в доме, давая возможность нам все это прожить. И уехал отсюда, чтобы не мешать нам. Эгоист. Наглый эгоист. Он говорил. Он говорил. Говорил, что я вернусь к его брату. Почему? Потому что босс так решил. Но если я Хазан, то я снесу эту дверь. Я не поведусь на ваши нелепые уловки. Видите ли, мы фильмы посмотрим, поедим. Интересно, а ты меня спросил, хочу ли я с твоим братом вместе ужинать? Спросил, хочу ли я хоть пять минут находиться в заперти с твоим братом? Ты доволен, Синанбей? Так и будешь сидеть? Зря стараешься. Да неужели, дорогой? Так, Хазан, хватит. Ты поранишь руку. Я выйду из этого дома, Синан. Вот что я тебе скажу. Я хорошо знаю своего брата. Если он так постарался, то пока сам не откроет нам дверь, у нас нет шанса выйти отсюда, поверь мне. Хорошо? Я этого твоего брата? Эта дверь рано или поздно откроется, Синан. И я дождусь этого момента наверху, подальше от тебя. Не бойся, мама. Мой брат не впадет в уныние. Я что-нибудь придумаю, как это было всегда. Не забывай, я из хладнокровных. Они из ранимых. Я привык подниматься самостоятельно после каждого падения, без посторонней помощи. Я из тех, кто одинок. Я из тех, кто останется одиноким. Как долго он может нас здесь держать? В конце концов, ему придется открыть дверь. Что ты делаешь? В сложившейся ситуации ты ведь отказываешься со мной разговаривать. Вот я и развлекаюсь. Что мне еще делать? Своего рода успокоительная. Тебе тоже советую. Боже, ну и движение. Маньяк. Как же хорошо, что вы перетасовываетесь с братом, не так ли? Хазан, я тысячу раз тебе объяснял. Объясню еще раз. Я ничего об этом не знал, понимаешь? Это ничего не меняет, Синан. Для меня разницы нет. Такая же история, как с номером в отеле. Вообще-то хорошо, что так сложилось. По крайней мере, смотри, у тебя развязался язык. Я не буду говорить. Твой всезнающий брат, который за всех все решает, запер нас здесь, чтобы мы поговорили. Так вот, я ни слова не скажу. Знаешь что, я буду говорить. Если хочешь, можешь заткнуть себе уши. Но я буду говорить до самого утра. Не думаю, что это продлится долго. Я даже могу все тебе кратко изложить. Я эгоистичный подонок, ради собственного развлечения клевещу на совершенно незнакомых мне людей и подстраиваю им ловушки. Чтобы сказать, даже до утра времени нужно, как видишь, больше сказать нечего. Единственное, что я знаю, так это то, что ты безжалостно наказываешь меня за тот случай в проклятом номере отеля. У нас испортились отношения только потому, что ты мстишь мне за тот номер в отеле. Я? Это я испортила наши отношения. Я. Надо же. Что же я за человек? И как я могла так поступить? Пару раз попозировала и боли как не бывало, не так ли? Для тебя это так легко, все так просто. Ты ведь даже не задумался. А если бы это была не я, ты бы устроил ловушку моей сестре, которую ты не знал. Ты хоть задумался, почему я пошла вместо нее? Знаешь? Не знаешь. Я пошла туда ради тебя. Я была влюблена в тебя, глупец. Влюблена. Издалека. Тайно. Любила безответно. Знаешь, как я любила? Я любила вопреки самой себе. Вопреки самой себе. Здравствуй. Что ты здесь делаешь? Да так. Приехала к сестре. Хотела сменить обстановку. Здорово. Прости. Есть возражения? Ладно. Не скажешь, где моя сестра? В тот вечер я пошла вместо Эдже. Заставила себя поверить в то, что будто защищаю ее. Но я знала, зачем туда иду. Я прекрасно знала, зачем иду. И когда надевала это блестящее платье, и когда наносила яркий макияж, чтобы наш красавец Плейбой увидел преобразившуюся пацанку, увидел бы, что я девушка. И может, тогда посмотрел на меня. Может, тогда спросил мое имя. Бедная пацанка. Красивый принц увидит ее и влюбится. Бедняжка. Разодетая. Бедняжка. В тот вечер ты растоптал не только достоинства незнакомой тебе девушки. Ты растоптал сердце, которое билось ради тебя. Ты растоптал мою веру, самоуважение, мою уверенность, мою личность. Ты растоптал все. Ты все растоптал. Будь я проклят. Проклинаю себя. Ненавижу себя. Ненавижу себя за то, как поступил с тобой. Ненавижу себя за то, как поступил с нами. Довольно, а? Довольно! Услышала, что хотела? Я не хотела, чтобы ты себя ненавидел. Я хотела, чтобы ты раскаялся. Что значит, где-то здесь? У нее даже телефона с собой нет. Вы разве не на съемки приехали? Ты не знаешь, где твоя модель, Ягыс? Ну, где-то здесь. И почему ты приехала без предупреждения? Хотела застать? Врасплох? Был бы у нее телефон, она предупредила бы. И вообще, что за допрос? Можешь ответить нормально, где моя сестра? Где моя сестра? Эджи, поезжай к себе домой. Ладно. Так уж и быть. Сама найду. А-а-а! Ассистентка говорила, что они поехали в какой-то дом для съемок. Интересно, где этот дом? Стой, стой, подожди. Не беспокой их. Кого это их? Ты мне не веришь. Даже не веришь в мое раскаяние. Если бы ты действительно раскаялся, ты не ранил бы меня, приобщая своего брата. Хазам, послушай. У меня были на то причины. Причины? Причины, да? Посмотри мне в глаза и скажи, ты предположил, что я могу быть вместе с твоим братом? Ты мог представить нас вместе? Здесь? И здесь? Ты смог поставить рядом со мной своего брата? И не нужно оправдываться газетными вырезками. Но у тебя все еще нет объяснения этим дурацким газетным вырезкам. Верно? Что такое? Ну же, вцепись опять в меня. Ты говорила, глядя мне в глаза. Ты сегодня впервые была со мной откровенно, Хазан. Но как только речь заходит о газетных вырезках или же о моем брате, Хазан замолкает. Хазан отворачивается. Да, я буду молчать. То, что я говорила о газетных вырезках в тот день, это все. Ты не услышишь ничего больше. То есть это все? И кто я? Я влюбленный. Влюблен. Я влюблен и приревновал. К тому же, приревновал как никогда в жизни. Я приревновал тебя к родному брату. Смотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза, Хазан. Смотри на меня. Смотри, до чего доводит ревность. В тот день я ревновал тебя, не только газетным вырезком. Что ты видел? Кроме того, что ты видишь себя во мне, что еще ты мог увидеть, глядя на меня? Я увидел Хазан, который улыбается моему брату. Выходящего вместе с ним из детского приюта. Играющего вместе с ним в жмурки. Позволяющий ему вытирать слезы. Я увидел Хазан, позволяющий моему брату вытереть слезы, до которых раньше мог дотронуться только я. Я увидел Хазан, который, обнимая, утешала моего брата. В то время, как я скорбела в отце в одиночестве. Да, я обняла твоего брата, потому что ты сбежал. Ты, как обычно, струсил и сбежал. А он страдал и мучился у меня на глазах. Он страдал от боли, сдерживая слезы. Я обняла его, потому что необходимо ему было. Мой брат был не единственным, кто плакал в тот день, Хазан. Да, не был. Но только ты сбежал. Несмотря на все, что я пережила из-за тебя, я старалась быть рядом с тобой. Только ты постоянно сбегал из-за своего брата. Да. Да, я избегал. И ты приняла решение найти утешение в его объятиях? Что такое? Конечно же, тебе нечего ответить. Ты хотя бы понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать. Речь не только о тех газетах-вырезках, Хазан. К тому же, мой брат... Что о твоих братах? Я приревновал тебя даже к своему брату. Ни разум, ни сердце, ни мое доверие к тебе, ни раскаяние... Не смогли остановить меня, Хазан. Ладно, ты права. Раскаяние может остановить любого мужчину. Но влюбленного мужчину... Но влюбленного мужчину не остановит, Хазан. Не остановит. Знаешь, что самое тяжелое, с чем я не могу смириться? Клевета, погубившая нас, была... Брошена тобой на девушку, которую ты совершенно не знал. А клевета, куда ты приплел своего брата, была брошена... На девушку, которую ты уже знал. Прекрасно знал. Ты запер их одних в доме на вершине горы. Я правильно поняла? Да, ты правильно поняла. Мне повторить еще несколько раз, что ли? Ягыз, ты в более безвыходном положении, чем я думала. В каком смысле? Нет, я просто не понимаю. Зачем? Зачем? Эджа, ты спросила, где твоя сестра. Я ответил, то, что я отчитался перед тобой, не дает тебе права вмешиваться в мои дела. Договорились? А у тебя нет права вмешиваться в решение моей сестры. Какое ты имел право? Может, она была не готова? Ягыз, она не хочет, чтобы ты заставлял их выяснять отношения. Послушай, я не знаю, что такого сделал Синан, что они расстались. Но ты знаешь. И знаешь больше, чем я. Это точно. Если бы это касалось тебя, тоже ты бы об этом знала. Ладно. Я не буду выпытывать подробности. А знаешь почему? Потому что отношусь с уважением к своей сестре. Хорошо. Я человек неуважительный. Довольно? Ты преподала мне урок. А теперь можешь уйти, пожалуйста? Знаешь, сегодняшний твой поступок не делает тебя рыцарем, Игыз. А кем делает? Ты трус, который бежит от своих чувств. К тому же играет чувствами другого человека. КОНЕЦ 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 Редактор субтитров А.Семкин